Привет, друзья! Сегодня мой рассказ о игре домино. Нашел у себя дома вот такую коробку старую с доминошками. Цена 99 копеек стоила. Вот такие костяшки. Видите, твердые, как и должно быть, потому что по-разному играют в домино. И иногда очень сильно бьют по столу ими. Вот такие именно и выдерживают, потому что были у меня и китайские доминошки. Они, кто сильно бьет по столу, тот поймет, что они рассыпаются. Значит, немного истории о домино. Но первую игру вообще придумали в Китае. Она перекочевала с Индией. Но там были просто костяшки. Знаете, такие кубики выкидают костяшки. А потом уже китайцы сделали вот таким, такими. И из Китая игра попала в Италию, Марко Поло. Потом в Францию, Англию и распространилась по всему миру. Есть более 40 разновидностей домино. Но я сегодня вам расскажу о игре в домино традиционной. Традиционная версия. Всего 28 костяшек. Вот это дубль 0. Максимальная 6,6. Играют от двух до четырех человек. Если играют вдвоем, то по пять костяшек. Если четверо, то раздаем по семь костяшек. Остальное это базар. Раздал я костяшки для двух игроков. Как видите, если играют двое, то по пять костяшек раздаем. А если трое, четверо, то по семь. Это все резерв или базар, как называется. Потом мы добираем необходимые нам костяшки в процессе игры. Значит, делает первый ход тот, у кого находится 6,6. Если нет таковой, то 5,5, 4,4, 3,3, 2,2, 1,1, 0,0. И далее 6,5. В общем, я делаю ход, так как у меня 6,6. Сейчас я открою костяшки, чтобы видно было вам. А вообще в процессе игры такого не делают. Значит, теперь я походил, отвечает мой соперник. У него должно быть 6,6. Ну, чтобы 6. Значит, смотрим. У него такого нет. Значит, он добирает необходимые для хода. Берет и берет, пока у него не найдется 6. Вот, 6 выпало. И ставим именно сюда или вот так. Так нельзя и так тоже нельзя. По правилам игры вот так ставим посредине, если дубль выпадает. Теперь мой ответ. Смотрю, у меня есть 6,5. Вот, я так ставлю. И так далее. Игра продолжается до тех пор, пока у кого-то из игроков не закончатся костяшки. Вот, когда они заканчиваются, то, например, у меня закончились, ничего нет. Я становлюсь победителем. Значит, мне зачисляются очки проигравших. То есть, суммируется вот то, что у них осталось. И мне на счет записывается. Играют до 101 очка. Иногда есть игры от 100 до 150. Ну, в общем, как вы договоритесь. А так, в основном, до 101 очка. Значит, еще может быть такая ситуация, когда все костяшки из резерва убраны, а ходить нечем. Тогда все, это называется рыба. Игра закончена. И победитель тот, у кого наименьшее количество вот этих значений суммарных. Вот, например, у меня осталось вот так. Это 6 и тут 7. 13 очков. Значит, все, я победитель. А в остальных поболее. И мне записывается разница между их очками и вот этими моими. Мне на счет. И так можно играть несколько партий. Пока мы не достигнем необходимого числа очков. В общем, игра не очень сложная. Я рассказал вам о традиционных доминошках. Традиционное домино. Там есть более 40 родновидностей игры домино. Ну, будет время, я вам расскажу. В общем, всем спасибо за внимание. Лайкайте, подписывайтесь. Всем пока. Пока.